Приветствую всех, кто сейчас с нами. В студии ЕТВ Елена Чебак и в ближайшие минуты о главных новостях из Украины. Справились на отлично. Украина получила высокую оценку за месяц его председательства в Совбезе ООН. Киев доказал, что готов нести коллективную ответственность за безопасность в мире. Об этом заявил постоянный представитель Украины Прион Владимир Ельченко в интервью Апострофу. Он также добавил, что Россия распространяла фейки. Представители Кремля подчеркивали, в случае избрания Киева будет решаться только один украинский вопрос, что не соответствует действительности. Украина главенствовала ООН в течение февраля. С 1 марта эстафету приняла Великобритания. Мы доказали, что не забывая, конечно, о собственных проблемах, мы готовы нести коллективную ответственность за безопасность, как и все другие члены Совета Безопасности. Кроме этого, с проведением дискуссии о конфликтах в Европе вопрос не закрывается. Мы сейчас готовим итоговый документ, который, возможно, будет одобрен Советом Безопасности или, по крайней мере, останется в файлах Совета. Безвизовый режим Украины с Европейским Союзом заработает уже в середине июня. Такой прогноз сделала зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова. По ее словам, чтобы украинцы смогли свободно путешествовать в Европу, осталось пройти всего несколько этапов. А именно, рассмотрение безвиза для украинцев на пленарной сессии Европейского парламента в начале апреля, принятие официального решения Совета ЕС и подписание документа президентом Европарламента и представителем главенствующей в ЕС страны. Напомню, накануне Комитет Европарламента поддержал отмену виз для украинцев. Теоретически и оптимистично мы надеемся, что безвиз для украинцев вступит в силу в середине июня. Конкретное число прогнозировать сложно, так как все-таки мы ждем на следующей пленарной неделе в Европарламенте голосование по Украине. Ну и после всех процедур есть же еще срок в 20 дней, чтобы безвиз вступил в силу. Разблокировать процесс обмена пленными требует Международный комитет Красного Креста. Президент организации Петер Маурер предложил ускорить идентификацию людей, пропавших без вести. Комитет готов помочь наладить контакты по обе стороны линии разграничения. Также Маурер подчеркнул, важно разработать единый механизм по обмену пленными, создать так называемую дорожную карту. До сих пор точно неизвестно, сколько людей исчезло в зоне конфликта. Красный Крест называет цифры от 1000 до 2000. Президент комитета в Украине с 6 марта. Уже он посетил Киев, Донецк, Луганск и от крестностей линии соприкосновения, где пообщался с местными. Нам очень жаль, что в последние недели конфликт на востоке Украины обострился. В качестве ответа люди, проживающие в этой зоне, получат увеличение гуманитарной помощи, в которой они нуждаются. Так, в 2017 году Красный Крест повысил финансирование. Сумма составляет около 60 миллионов долларов США. Эта помощь охватит приблизительно 500 тысяч людей в зоне конфликта на Донбассе. Демократия по-кремлевски. Комитет по иностранным делам Палаты представителей США провел слушание, посвященное целям и борьбе с российской пропагандой и дезинформацией. Кремль ведет широкую кампанию для подрыва демократических государств и альянсов. Также, помимо вторжения в Украину и бомбардировок в Сирии, Россия направила десятки миллионов долларов на дезинформацию и пропаганду против США и Европы, заявил председатель комитета Эд Ройс. И бороться с российской пропагандой необходимо, отмечает экс-представитель США в ОБСЕ. Одна из сильнейших вещей, которые мы можем сделать, это продолжать освещать ситуацию в Украине. Нам нужно напоминать миру, что там продолжается вооруженный конфликт. Там, в Европе, в Восточной Украине, происходят крупнейшие сухопутные сражения со времен Второй мировой войны. Большинство американцев, более того, большинство европейцев этого не знают. Поэтому нам нужно поддерживать украинских реформаторов, освещать их деятельность. В свою очередь, и мы должны рассказывать о ситуации в Украине и показывать миру путинские преступления. В Кабмине также изучают вопрос санкций против российского Сбербанка. Премьер Владимир Гройсман заявил, с подобным предложением правительство обратилось к Национальному банку Украины и Совету госбезопасности и обороны. Сейчас выясняются юридические основания. Как только будут получены факты, что Сбербанк действительно обслуживает клиентов по так называемым паспортам ДНР и ЛНР, реакция будет незамедлительной. Тем временем, украинская дочка Сбербанка РФ заявляет, что не будет принимать документы, выданные боевиками. Правительство Украины облегчает жизнь бизнесу. Сегодня министры отменили еще около 100 документов. Это нормативно-правовые акты, которые замедляли предпринимательскую деятельность в Украине. Речь идет прежде всего о государственном контроле предприятий. По словам премьера Владимира Гройсмана, отмена актов уменьшит количество ревизий и автоматических случаев коррупции во время проверок. Мы постановили перед Новым годом, что нужно аннулировать 367 актов регуляции. Наши специалисты подсчитали, что это 3000 страниц разных требований, которые должен выполнить бизнес в Украине. Представьте, сколько нужно времени, чтобы все это прочесть и выполнить, и не ошибиться. Потому что каждая ошибка может повлечь санкции. Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Львовская и Сумская области вошли в ТОВ-5. Демократически развитых регионов страны по итогам 2016 года замыкают список Киевская, Харьковская, Житомирская, Николаевская и Одесская области. Главные критерии, по которым проводилось исследование – стабильность демократических институтов, защита политических прав и свобод и социально-экономическое положение граждан. Также учитывались общественная активность украинцев, свобода работы СМИ. Как менялись украинские пейзажи за последние 200 лет можно увидеть на выставке «Код Украины», которая открылась в Национальном музее Тараса Шевченко к 203-й годовщине выдающегося поэта и художника. В экспозиции 120 работ, начиная от пейзажей самого Тараса Григорьевича и его последователей и заканчивая современными художниками. Все картины разные, но их объединяет общая тема – Украина. На открытии побывала Тамара Каноненко. Почетное место на выставке занимают оригинальные картины Тараса Шевченко. Его пейзажи сложно спутать с другими, ведь у Шевченко художника был свой неповторимый стиль. Шевченко был непревзойденным мастером именно архитектурного пейзажа. Мы видим костел Александра, Почаевскую лавру. Характерная особенность его пейзажей – это очеловечивание. Шевченко говорил, я не признаю мертвого пейзажа, поэтому всегда в его работах можно увидеть людей, целые жанровые сценки или животных. Любовь к родине и трепетное отношение к ее красотам читаются в каждом пейзаже художника. На его картинах удивительная архитектура, исторические памятки и, конечно, особенная для Шевченко украинская хата. Почти 200 лет как поэт и художник Шевченко постоянно присутствует в культурном пространстве Украины. Подтверждением этого является и наш проект, потому что сегодня мы говорим о том, что Тарас Шевченко – основоположник украинского национального пейзажа. У стиля Шевченко было много последователей. Невероятно популярен украинский пейзаж и для новых поколений художников. Конечно, Украина для каждого художника своя и каждый ее любит по-своему. И, как говорится, без вербы и калины нет Украины. Поэтому для каждого художника Украина – это своеобразное выражение внутреннего мира через свою художественную интерпретацию, видение и воплощение в определенных символах и знаках. Выставка «Код Украины» в художественном пространстве пейзажа – это своеобразная летопись за последние 200 лет. Начиная с Шевченко, стоящего у истоков и его последователей, и заканчивая художниками 21 века, которые, экспериментируя, умело объединили национальные традиции и современные тенденции. Глазами художников можно увидеть не только то, как менялись взгляды на искусство, а и изменения, которые пережила сама Украина. Желаем вам интересных открытий и новостей. Оставайтесь вместе с ЮИТВ для того, чтобы не пропустить самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова